Всем привет! Немного новостей с поляны в реальном времени. У Вани и Кристины произошла первая ссора после воссоединения. Весь день вчера была идиллия, но к вечеру Ваня стал повышать на девушку голос. Кристина попыталась с ним поговорить, понять причину недопонимания. Но Барсиков разговаривать отказался, попросил от него отстать. Девушка потом долго на лобном плакала. Всё предсказуемо, ничего не меняется, те же грабли, ничего хорошего у них не будет. Им нужно остаться друзьями и не морочить голову друг к другу. Это мнение большинства зрителей. Элина Рахимова в реальном времени вовсю веселится с Сергеем. Стала такая радостная после расставания, Санчо постоянно танцует. Да, мы с Элинкой расстались. Она уже вовсю на свиданиях, на массажах, во флирте. Это её жизнь. Она сама художник всего. Я её не осуждаю. Федотов два раза набрасывался на Серёжу, было две драки. Но потом успокоился и даже уже простил девушку. У меня было две драки с Серёжей из-за ревности. На лобном мы пожали друг другу руки, конфликт исчерпан. Я всегда могу возвыситься над теми, кто меня оскорбил. Я их прощаю. Санчо уже даже съездил на свидание с Никой, которой он очень нравится. Элина предложила посидеть с ребёнком на время свидания. Санчо отказался. Ему не нравится, что Рахимова делает на нём темы. Между ребятами продолжаются разборки и взаимные оскорбления. Они прямым текстом посылают друг друга на три буквы. А вот Аганесян троллит Санчо и Нику. Вы только посмотрите, какая идиллия, готовая семья. Ника его уже приняла, готовит ему. Санчо учит Демидика говорить слово «папа». Сейчас переедет к ней. И вот, пожалуйста. И Демидик счастлив, что у него появится отец. Аганесян троллит и свою жену. Она у меня сегодня готовит и готовит. Её словно подменили, я не знаю, что происходит. Вот что бывает, когда ты много и долго выпиваешь. Тогда превращаешься в домохозяйку. К празднику Черной испекла очень вкусные куличи. Вся поляна ела, нахваливала. Мне сейчас хочется творческих проявлений, говорит Саша. Хочется готовить много и вкусно. Ещё мне хочется петь. Также Черно жалуется на то, что после большого количества не соков у неё начинаются головные боли. Я вчера очень болела, но слабее, чем в прошлый раз. Видимо, у меня начались проблемы с сосудами. Иосиф поговорил с Лизой Полыгаловой. Выпытал её потаённые мысли. Говорит, что Лиза искренне верит в возможное воссоединение с Ваней. Да, говорит Лиза, у него масса недостатков, но над этим можно работать. Идеальных людей не бывает. Клава Безверхова встретилась за периметром с Сергеем. Не осталась в восторге. Ведь ей пришлось возить парня на своём авто. Он не смог за себя заплатить в ночном заведении. К тому же он начал активно флиртовать с Элиной. Мне нужен мужчина, который будет в состоянии оплачивать хотя бы за себя. Поэтому мы не вместе, не сошлись характерами. Тигран Салибеков открыл салон массажа на Поляне. Несмотря на стойкое противодействие со стороны Вики. Действительно ли он намерен на этом зарабатывать, или это просто прикрытие для походов налево, со временем узнаем. Сегодня открытие моего массажного салона. Я буду делать расслабляющий антицеллюлитный массаж. Скоро сможете смело записываться ко мне на массаж. А вот моя директриса Виктория Дмитриевна. Ребята украшают помещение к открытию шариками, свечами. Заказали нарезочку. А ещё Тиграну доверили вести лобное. Если это, конечно, не шутка. Это все новости на данный час с Поляны. Подписывайтесь. Будем сплетничать. Продолжение следует...